Приветствую, друзья! Продолжаем, продолжаем снимать за гномиков, за дворфов! Третья серия. Не хотел вообще снимать именно этот ход, ничего в нём такого особенного нету, но тут вдруг случилось много всего интересного. Плюс я увидел, что мне дар, решил сразу же включить запись, думаю, это надо снять, потому что ясен хрен ж никто не поверит, скажет, на 4-л 4-го денег себе там. Вот, чтобы не говорили, вот включаю, показываю. Так, предлагают нам построить гильдию в Аназонаре, гильдию кузнецов, но вообще, вообще надо, надо. Но опять к 1700, я тут прям вот, 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 я не знаю. Обойдёмся без оружия, короче, ничего не знаю. Полторы тысячи нам подарил совет, совет дворян, скажем так, гномов. Ну и на самом деле, видите уже, какая казна, 5500. Очень сильно увеличилась. Это у нас в Вареборе построились шахты. Да, шахты стали у нас совсем хорошие. Не совсем хорошие, они вообще просто появились, просто появились. До этого не было шахт. Вот, вот такие чудесные дела. В этом городе заказал войска, но они не нанимаются. По всей видимости, я не знаю, чего тут не хватает. Казармы есть. Казармы есть. Мы можем уже заказать копиза. 10 ходов они будут строиться, но дадут нам просто ошеломительный прирост. Ко всем характеристикам этого города. И мы, конечно же, их будем сейчас строить. Все деньги ушли. Вот, все, что было у нас, все ушло. Да, ребор шахты. А здесь сколько, кстати, шахты-то улучшенные стоят. Покажи мне шахты, где они? Вот копия, копия. 1200. Здесь чутка похуже. И дороже. И дороже. Потому что здесь нету зала камнетесов. Ладно. Ладно. С этим, друзья, мы разобрались. Давайте разбираться дальше. Значит, этот товарищ у нас все идет. Башни ставят. Это хорошо. Так, здесь выйти по-прежнему Гимль не может. К нам идут враги. Враги. Вот они. Они уже к нам пришли. Во всей своей красе. Шесть отрядов. А я пополняю наш гарнизон лишь отрядом рабочих. Построить ничего не можем. Единственное, я вот отсюда могу забрать один отряд лесничих. Все. Все, друзья. Больше нету нифига. Вот отсюда я могу забрать? Да. Еще вот рабочих могу отряд забрать. На такое себе пополнение, конечно. И вот возникает вопрос, что мы, собственно, будем делать со всем этим. Ну, радует, что у них нету командующего. Значит, стойкость у них будет похуже. И вполне возможно, что мы сможем их расшатать. Пополнил войска немножко наш король. Было у него 40, стало 50. Надеюсь, к моменту нападения станет уже 60. Но каких-то супер сверхотрядов у них нету. Ну, вот есть, кстати, гвардия Больга, которая вполне сопоставима с нашим королем. Ну, у короля, конечно, защита 34. Базара нет. Ну, вот по атаке вполне себе. Вполне себе. А лучник 6-10. Ну, можно будет попытаться. Но они еще и коцаны все. Но с ними справимся. Но вот если еще что-то придет, это, конечно, будет нам совсем дурственно. Так. Дейл. Дейл. Орков Гундабада. Андуина. А может нам замириться? Попробовать с орками. Как вам такая идея? Просто смотрите. Если мы дальше в экспансию идем. И забираем, допустим, в Ракьябург. То у нас появляется граница с Андуином. Который не факт, что с нами будет дружить. Так, там пока окружены еще территории одних только эльфов, которыми у нас... А у нас с ними союз есть с эльфами? Нету. У нас с Дейлом и с гномами только союз. С эльфами мы торгуем. Но мы здесь прикрыты, в принципе, от эльфов к Дейлом. Так что это в этом отношении хорошо. Вот Дейл тоже стоит такой, смотрит, смотрит. Хибару гномов пустая почти. Давай захватим. Хе-хе. Вот это будет поворот. Ну ладно. Идем. Идем, друзья, тогда вот к этим эльфам. Может нам какое-нибудь задание дадут? По пути. Ну и в принципе все. У нас, конечно, половина городов без заказа стоит. Какие заказы нам нужно копить? Нам теперь... По-хорошему, по-хорошему нам надо... Залка мне тесов заложить. Ну да, по-хорошему надо залка. Давайте делать ход, короче. Следующий 14. Так, новое задание. Поговорить с эльфами и Младриса. Ну зря я ушел, блин. Блин. Блинский блин. Надеюсь я здесь просить смогу. Ты че, серьезно что ли? Так, сколько там? На 5 ходов 500 монет. Я за 5 ходов не дойду при всем желании дотуда. Мдаааа. Короче, идем к эльфам. Строительство завершено. Залка мне тесов в нашем Ана-За-Наре, в нашей цитадели, твердыня. Ну здесь мы еще ждем, да, гноми в 34%. Бунт. Здесь что-нибудь на моральку надо построить. Может гарнизонное? Что здесь вообще? Я бы вот это построил, уже можно будет даже нанять сразу. Лучников. Да, давайте. Этот ход немножко потратим денег. И здесь тоже закажем. Да, наверное, он зелком не тесов хорошо. Потому что, ну надо, надо. Хоть как-то сдвинуться с мертвой точки в других городах. Так, ты, товарищ. Так, что-то мы там открыли, кстати говоря. Отношения ухудшились. Темный властелин Мордора. Очень плохие. Да. А че так? Где мы ему там? В супернули что ли? Не пойму. О, кстати, смотрите, как они войска штампуют. Еще один стек идет, 4 отряда. Красота. Так, ну че, мы будем на них выходить? Или от обороны попытаться? Просто они сейчас один ход потратят, чтобы взять нас в осаду. Если эти ребята с ними пойдут вместе. Ну, в общем, может нехорошо получиться. Так, подошли у меня еще один отряд рабочих. Ну, это такое. Уво, лучники доходят. И у меня, можно сказать, полстека. Правда, два отряда убиты напрочь. Но полстека! Блин, гимли. Гимли, 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 гимли. Этот не доходит за один ход, засранец. И здесь, в главной нашей житнице. Пользоводственной по войскам. Тоже все плохо. 9 ходов. 9 ходов. 37 ходов. 22 хода. Ну, вот лесничий 4 хода еще, собственно. И этих, ребят, 2 хода. Да я, кстати, могу уже сейчас нанять. Но денег нет на следующий ход. То есть, ребята, ну это... Это просто... Ладно. Тыкаем 15 ход. Ничего не случилось. Ровным счетом ничего. Одни лишь итоги хода. Как видим, продолжаем удержать пятое место по производству. Это не кисло, я вам скажу. А по остальным всем параметрам мы в какой-то заднице находимся. И такая вот прекрасная новость, что у нас орки послали отряд. Отряд послали в наш Анзанар. Это, конечно, жопная жопа. При этом они не стали брать нас в осаду. К ним идет подкрепление еще 2 отряда. К нам подкрепления не идут вообще. Вообще не идут. Я вынужден заказывать вообще просто хоть что-нибудь. Ну что, поехали воевать. Нам нужно как-то сманеврировать, разбить вот этих ребят. И потом отправить кого-нибудь к Анзанару. Хоть что-нибудь. При этом держать еще и в рудниках. Так, ну-ка, в общем, наша экспансия, друзья, закончилась. И мы переходим к обороне. Другого ничего нам не остается. Что-то у нас тут так много. Нахрена сюда 2 дипломата Дейла прикуривались. В общем, заняться нехрен. Честное слово. Поехали. Вот этих даже брать не буду. Эти хоть топоры покидают. Некий командир Шака. Шака, Шака, Шака. 125 налетчиков. Там Гена сидит. Будем иметь в виду он. Лучников попытаемся конницы. Ну и главная проблема, конечно, вот эта гвардия Больга. Ее нужно как-то заставить побежать. И всю истребить. Ну, хорошо, поехали. Конницы будем обходить. Впереди у меня все нормальные войска. Что есть? Там король, мотеги, пехота. Позади два отряда лукарей. По флангам рабочие. Ну, посмотрим, что из всего этого получится. Пау, погода не ахти. Еще-то какая-то тут вся хмарь. В общем, мне не нравится. Так, немножко развернем наших ребят. Противник, противник, противник. Что делает противник? Бегает. Бегает противник. Он решил побежать наверх на горку. Сейчас попробуем ему его заставить передумать. Вольемся вот в эту гвардию Больгам. Не знаю, хорошая ли это идея вообще. Наверное, не очень. Потеряли троих, четверых. Ну, вроде как заставили задуматься, да. Разведчики. Нам нужны вот эти вот ссанные разведчики. По-хорошему. Но их надежно прикрывают. Так, спокойно. Не нервничайте. Так, это налетчики бегают, да. Сейчас попробуем их обогнуть. И в разведчиков впиндерить еще разок. Но мы заставили противника пойти в нужную для нас сторону. Даже немножко сейчас попытаемся. Ну, нихрена. Эта конница, она ни на что не годится. Она так, ну... Я уже неоднократно говорил. Просто скальпы собирать. Одного, по-моему, они убили. Да, одного убили. Вот, конный чардж отрядом конницы. В спину. Результат один труп. Нормально, да. Это, к слову, оконница. Ну, бегите, дегенераты вы мои. Бегите. Ну, мы хотя бы два отряда противника отвлекаем. Это тоже, в принципе, дорогого стоит. Лучники уже работают. Я пока там занимался вот этим всем. Сильно отвлекся. И мы сейчас будем получать звезды, друзья. Будем получать звезды за все хорошее. Так, мотыги побежали. Вы бегите. Вы тоже бегите. Конница. В спину будем бить. Так. Гена, помогай. Выходи вверх. Обходи в спину. Закидывай. Отлично. Опс, опс. Нет, 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 нет. Налетчики, разведчики. Так, здесь где-то уже побежали, где-то не побежали. Закрываем, ребят. Так, вот за этими убегающими. Давай, 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 давай. И прямо под нашими стрелами. Ну, что ж ты будешь делать-то, а? Так, вперед на лучников. Вы, значит, за этими красавцами. Стрелки. Огонь. Сменить. Гвардию мы положили каким-то неизведанным для меня чудом чудесным. Ну, они, короче, убегают, друзья, они убегают. Так, конница. Уйди в сторону. Блин, тут один отряд убегает, другой отряд не убегает. И поди разберись. Что же на самом деле происходит? Ну, вроде как, без особых мы потеряем. Смогли... Смогли... Все это дело разрулить. 10% потерял. Ахренас. Это называется без потерь. Но Гена пускай тут умашется. Это не страшно. Гена он восполнит свои. Так, вот эти ребята преследуют наш конный отряд. Они задрали, честно говоря. Давайте как-то попытаемся на наших вывести. Наши они не понимают. Если им не помочь, они в жизни не встретятся. Они так и будут кругами бегать. Ну, еще здесь остались налетчики. Продолжаем их пинать. Ну, да. 10% потерь есть. Но, как видите, даже в таких условиях все равно без потерь не обходятся. Но мы, считайте, половину отряда конницы потеряли. Но я должен сказать, что если бы не конница мы потеряли бы гораздо больше пехоты. Это очевидно. Потому что они, считайте, два отряда вообще отвлекли на себя. А в конечном итоге получилось, что даже три отряда они на себя отвлекли. Что, согласитесь, немало. О, хорошо. И пока они там потом возвращались из каких-то глубин, глубин леса и полей, мы спокойно начало сделали. Настреляли, порубили. Даже с этими гвардейцами все прошло довольно-таки неплохо. Ну, как неплохо? Вот против них воевали наши боевые мотыги. И где-то они под 40 человек потеряли. Так, ну, можно что попробовать? Можно попробовать выкуп получить. Я просто смотрю, вроде как элитный отряд не сохранился. Компьютер переобучать не умеет. Так что, в принципе, нормально, я так думаю. Да, 1300. Ну, они не согласились. Ну, как говорится, на нет и суда нет. Мы еще разграбили лагерь. Что-то там, какую-то копеечку получили. Это приятно. Кто к нам в гости идет? Полный отряд лучников 115 рылом. Это хреново, конечно. Это хреново. Еще у них в деревушке уже 5 отрядов. Здесь к нам 3 отряда идет. А вот надо как-то что-то и там убить, и здесь, и здесь, и там. Как же сделать там? Как же вас сделать там? На ясное дело, что король и вот этот товарищ пойдут вперед. Это очевидно. Это очевидно. Ну, тогда получается, что вот эти 2 отряда я могу отдать в подкрепление вазанат. Там, в принципе, у меня 2 полководца. Этого, по идее, должно хватить. Плюс башня. Да еще не факт, что они будут штурмовать, а на штурм пойдут. Вот в чем дело там. Ну, давай мотык тебе отдадим. Блин, конечно, все это такое себе. Еще и делиться приходится. если я всех выведу, вы как вообще тут? Рудники-то? Нормально, да? Ну, давай как-то вот так. Сейчас они еще подкрепление могут дернуть. Как бы нам убегать не пришлось. 4 тысячи у нас есть. По идее, можно что-то заказать, но я не буду. Ждем. Мне нужно, давайте вспомним точно, сколько нам нужно для копии. 8 тысяч нам надо. Либо сейчас потратить 900 за два хода. Да, это имеет смысл. За два хода. Зато 7200 потом. И все остальные здания в будущем тоже уже будут значительно дешевле. хорошо, хорошо. И здесь еще, блин, три хода. Тяжко, друзья. Очень, пока очень тяжко. Но надеюсь, в дальнейшем как-то пойдет полегче. Так, Эдарас в осаде. Это приятно, приятно. Конечно, ничего приятного в этом нету, но тем не менее как-то так. Судя по всему, Хельму, а не Хельму, опять это Хорнбург. Цитадель уже пала под натиском Изенгарда. И теперь уже, уже, друзья, на 16-м, на 16-м ходу Изенгард собственно захватывает, осаждает столицу Рохана. Я, конечно, вообще не прав. не прав в том плане, что называю это дело Изенгардом. Они никакие не Изенгардцы. Они называются по-другому. По-моему, ничьи за Изенгарда. Как-то так. Ну, правильность предношения не будем придираться. Как привыкли, так оно и есть. Ну, здесь понятно, Мордор с Гондором они так и будут. И у нас, друзья, у нас в Серебряных Рудниках построился зал Комнитесов. У нас, кстати говоря, 7500, доход 4200. На следующий ход можно уже будет начать строительство копии в Рыборе. Это отличная новость. Можем, кстати, прямо сейчас что-нибудь заложить и в Рудниках. Надо только решить, что мы будем. Здесь для порядка что-нибудь. Да и Казармы тоже. Нужны сколько у нас культуры здесь. 33. Блин, долго 5 ходов. Все надо. Вот, честно скажу, надо все. 5 ходов 2000. Но нам нужно здесь с порядком проблемы пока. Или вот так сделать. нам пофигу что так, что так. Ну, что-то 5% всего лишь зато сможем здесь войска обучать. Давай. По деньгам не очень дорого. Хорошо. Где что? Где что? Господи, к нам потом еще рун придет. Мне уже страшно. Так, 7 ходов осталось. Ага, впритык они подошли. Прямо впритык. Ну, друзья, поехали. Еще два сражения в этой серии у нас с вами будет. 9 к четырем. Ешкин. Ешкин, матрешкин. Как же вас развести-то, а? Ну, конечно, явно не автобои. Так, ну, давайте пытаться. Ну, как всегда, все происходит в какой-то жопе мира. эти засранцы, они забрались действительно уже по миру. Я по-другому не знаю, как это назвать. Смотрите, куда. И причем они уже готовы и там стоят ждут. Ладно, в общем, я к вам подойду, когда начнем. Все у нас бегут. Конница попытается воткнуться в противника. Лучники будут стрелять по налетчикам. Конница воткнулась, убегает. Так, Гена будет с копейщиками биться. Я сказал, с копейщиками. вот эти товарищи преследуют разведчиков. Оно получилось в принципе не то, что прям вот супер, но неплохо, неплохо. Они еще пытаются от нас убежать. серьезно. Ну, хорошо, хорошо получилось. Не без потерь, но могло быть еще хуже, я вам честно говорю. Сейчас они первый день играют. Вот жалко, копейщики от нас смогли отсоединиться и побежали на выручку лучникам. Вот это хреново. Плюс еще и отряд потерял. Где-то там, вдалеке. Так, все, лучники убежали. И остался вот этот отряд. Работаем к нему. Они очень неспокойные, куда-то бегут. Вот куда они бегут? Вот одна часть на одном отряде, вторая часть на втором. Третий куда-то пытается убежать. Вот очень удачно они здесь пину себе подставили. Как раз под наших лукарей. 10% один хрен потери есть. И конечно же рабочие. вот кому воевать? Конечно рабочим. Какие нахер рабочие? Бросите все это дело. Вперед у нас пойдет Кена. И лучники пускай работают. Продолжаем разговор. Позовем конницу пускай догоняет и убивает. Нормально. Нормально. Конница у нас золотую лучку получила. Бедолага. Но тем не менее 40 бойцов мы потеряли. Улучшились у нас отношения со свободными народа Андуина. Хорошие стали. Но это неплохо. Это неплохо. Но дальше мы не пойдем на вот это в Рякбург. Но пока не можем. Просто нету людей. Нету ни хрена ничего. чтобы куда-то ходить. И вот здесь еще у нас около нашей цитадели разборки. То есть можем их и не ждать пока они сами на нас нападут. Они могут и не напасть, а могут мимо пройти и пойти куда-нибудь на Ребор. Это шорки. ж туповато молясь. Так гимли пойдем воевать. Численного преимущества у нас нету вообще. Кстати, впервые в боевке у нас будет участвовать Глоин. У супостата опять-таки целый отряд разведчиков, стрелков. Они очень больно кусаются на четверочку. Плюс у них налетчиков целый отряд, целый отряд копейщиков. мы это дело будем убивать, вопрос хороший. Ну давайте узнаем, как будем убивать. Так, ну противник сейчас наверняка залезет на холм или скорее всего появится там. И что с ним делать? Я ХЗ. да, он еще поперся вперед, но я вижу здесь выход это переться самому вперед и надеть, что у нас лучники как-то смогут выйти на перехват и попытаться там куда-то пострелять, хотя сильно сомневаюсь. Глоин, как оказалось, войска ничего особенного, ну в таком я имею ввиду неожиданном плане, это всего лишь на всего королевская гвардия, как у короля. Ну защита обалденная, 3-4, я не спорю. Так, давайте-ка все пошустрее, чутка повеселее. Так, вы тоже давайте шаг прибавьте. Ну и далеко вы... ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо здесь хотя бы я понимаю, они с лучниками. У них есть прямая выгода это делать. Вот как-то поймали, смогли вот этот отряд выцепить копейщиков, по ним бьем на максимальной дальности. Что-то там даже убиваем. Ой, ну это тяжко, это тяжко. Почему огненного вообще боя нету? Что за беспредел? Ну и конечно боеприпасов у них, ну просто кот наплакал, честное слово. Ну это задница. Пятую часть убили, всего-навсего. Ну а что, тут летим вперед. Мотыги заходят с одного края, рабочий заходят с другого края. Пытаются хоть что-то сделать. Как еще? Наверное надо было вообще-то обороны подождать стадель, но они могли мимо пройти. Сейчас нам настреляют. Нам и так то 6 процентов убили, пока мы тупо лучниками маневрировали. Вот что вы остановились? Вы дебилы что ли? Ну и ругаться, не переругаться. Еще одни дебилы, куда вы паретесь? Обходите. Давай вбегай в них. Сука, не кидай-то ничего. Ага, на мотык сагрились. Хорошо. Лучники, фу ты, рабочие, поднимайтесь. Кстати, лучники забаговались что ли? Если это так, то это шикарная новость. Так, давайте там кто-нибудь что-нибудь крикнет. Так, отбаговались, да? Стрелять начнется? Ладно, сейчас побыстрее вот этих вот ребят нагнем отряд. И тогда разделимся. Два отряда наверх, один отряд вот на помощь мотыгам, которые проигрывают. Охренеть. Это нам еще бесконечно везет, что они не стреляют. Какой кошмар, друзья. Четырнадцать на тридцать четыре. Давайте, генералы, работайте. Че могу сказать. Гимли, давай вбегай в них. Какого хрена ты там задницу чешешь? У нас всего двадцать мотыг осталось. О, лучники заработали. Так, рабочие побежали на лукарей. Здесь уже без вас закончат. Глоин, иди займись. Гимли, иди спасай мотыг. Лучники, бегайте вот за этими засранцами. Чтобы они не вернулись в бой. Но нам повезло. Нам бесконечно повезло. В том плане, что лукари не сразу заработали. Блять, и че вы делаете, дебилы? Они дорогу найти не могут. Потерялись. Мотыги у меня кончились практически. Господи, ну что вы делаете? Вот это вот деление отрядов на составные какие-то части. Эта часть туда побежала. Эта часть здесь осталась. Она раздражает. Честно. И она не просто раздражает. Она очень раздражает. Ну, по крайней мере, в нас уже не стреляют. Отряда мы одного лишились. Налетчики, да? 57. Ну, Гимли должен затащить, если, конечно, его не убьют сейчас. Сейчас эти дебилы там сверху разберутся. Вот с этими дегенератами. Жесть. Просто жесть. Это... Это не сражение, это просто потеря войск. По-другому это назвать не могу. Главное, хотя бы у этого защита хорошая. Но мы не можем держать... Мы даже здесь не можем два направления держать. Казалось бы, рядом. Там прям буквально вот. Туда-сюда, обратно. Глоин. А ты можешь, как бы, всем отрядом вбежать в противника, а не тремя человеками, точнее гномами? Жесть. Давай, Гимли, рубай, гадов. 30% потерян. Ну-ка, 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 кто кого здесь? С мечом. Рядом с секирой. Давай сзади по хребтению. Вот, все, упокоил. Так, здесь, наконец-таки. Боже мой, они закончили убивать. Так, лучники. Займитесь стрелками. Куда вы там у меня убежали? Они там кого-то преследовали? Да. Теперь следующих преследуют. Все. Вперед с песней. Вы давайте обходите по краю. Это давай, вбегай в них. Продолжить. Продолжить. Шестерочки. Боже мой, это просто... У меня сердце кровью обливалось от всех тех потерь, которые мы понесли. Ну, вы видели, да, это, к слову, осилие юнитов нашей фракции, да? Как нас там налетчики или копейщики просто этих мотык разобрали под нолем. Ну, я вру, под единичку. Под единичку. Один на один. Но нас, конечно, там меньше было. Почти вдвое. Но, тем не менее, тем не менее, друзья, они нас легко сделали. И лишь Гемли, героические Гемли, спас положение. Ну, конечно, печально, что у нас у простых, получается, генералов всего лишь тридцатка. Воинов это мало. Шикарнющий арт. Такая мадам с копьем, щитом. Итак, конечно же, мы всех захваченных казним, чтобы никто не ушел. Ни одна сволочь. Отлично. Вражеская армия убежала. Гемли у нас получил ветерана Азана Лубизара. Гномы не сражались во многих войнах. Последняя была война гномов и орков, который закончился у восточных ворот Хазадума. Те, кто принял участие в этой войне, особенно в финальной битве, приобрели большой опыт военных действий. Этот воин явно является находкой на поле боя, особенно если поблизости орки. Ну и теперь у нас гемли вообще прокачанный малой, особенно против орков, пехоты, уважение, все дела. Нормально. Так, теперь если этого Глоина сюда послать, этого хватит. Походу нет. Тоже нет. То есть без гемли они не видят свое дальнейшее существование. Да. То есть мне проще одного гемля здесь оставить, а это все забрать. Охренеть. Ну так и сделаем. Шесть с половиной тысяч, значит на следующий ход сможем шахты заказать, да? Да. Но у нас везде что-то строится. Давайте быстро пробежимся. Может быть где-нибудь что-нибудь можно заказать. Сейчас у нас кавалерия отряд будет. Кстати, мы можем еще одного посла нанять. Этот у нас вниз идет. Хотя нахрена нам два посла, за него еще деньги башлять. Обойдемся. Так. Ну тогда давайте напоследок в этой серии еще ходик сделаем. Может что-то интересное будет. Итак, друзья. Семнадцатый ход. Асгилиад вновь атакован. Это нас мало интересует. Это ваша проблема, не наши проблемы. Появилась у нас кавалерия. На следующий ход можно будет лучника нанять. Да. Все. Ну и у нас денег 11 тысяч. Мы можем заложить копи. Как раз у нас построилась зал камнетесов. Стоимость снизилась. 7200. 10 ходов. Няхай. Няхай. И даже еще осталось денег 4000. Тяк. Тяк. Че будем делать? Объединим рабочих. Лучников. Может лучников на переобучение послать 23. Или не имеет смысла. Вообще на самом деле конницу надо бы послать. Давайте отсюда целый отряд дернем конницы. В обратку пошлем конный отряд. И отряд лукарей на переобучение. Ну как-то так. Но наверное пару ходиков я пропущу. Поскольку вновь каких-то вроде бы наступлений орков пока не ожидается. Хотя мы видим, что у них еще одна армия подошла в 4 отряда. Но они нас так и будут мясом заваливать. А у нас полны жопы друзья. У нас нету ничего. Но вот на следующий ход построятся чертоги Аркания. Там лукарей. Еще кто-то. Может как-то потихоньку сможем выстоять. Развиться. По крайней мере деньги пошли. Пошли в очень больших количествах денежка. Это меня очень сильно радует. Но здесь сейчас минус. Потому что мы заложили за 7 тысяч здания. Естественно минус. А так по пятаку заходят. И я бы сейчас на самом деле бы все подряд бы нанял. Да нету нифига. Ну кстати может здесь наемники есть. Не туда. Нету наемников жаль. Но если появится конечно же будем нанимать друзья. Ну вот такая серия. Надеюсь она вам понравилась. Ставьте лайкосы. Пишите комментосы. Ну и конечно подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok